Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Лариса. Я рада вас видеть на нашей программе под парашютом. Под парашютом, то есть под защитой профессиональных экспертных знаний наших гостей. Сегодня наш гость – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета Казанского университета Чапарина Ольга Александровна. Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Тема нашей программы – правовые риски образовательной организации. Я два слова расскажу о нашем проекте, который мы реализуем на базе юридического факультета. Проект носит название «Правовая безопасность образовательной организации» и имеет целью помочь образовательным организациям различных видов и типов выходить из трудных правовых ситуаций, обеспечить им методическую правовую помощь. Такими нашими подопечными, так можно сказать, могут быть и школы, и организации среднего профессионального образования, и вузы. Мы хотим облегчить с точки зрения правовых рисков деятельность образовательных организаций. Давайте тогда перейдем к содержательной части этого проекта, и к нашей с вами тематике сегодняшней. Что же такое правовой риск образовательной организации, и какие правовые риски могут быть у образовательных организаций? А рисков у образовательной организации множество, поскольку образовательная организация – это и юридическое лицо, и налогоплательщик, и субъект государственных закупок, вообще закупок и так далее. И в каждой этой сфере у образовательной организации есть свои обязанности, которые школа, вуз должны соблюдать. Ну, например, вуз заключил договор с фирмой «Однодневкой». Ну, например, это, конечно, пример не из сферы образования, но здесь наступают негативные налоговые последствия и так далее. То есть в каждой своей сфере возможны негативные последствия. Но нарушение прав работников, педагогических работников тоже может повлиять административную ответственность как для образовательной организации, как для юрлица, так и для должностных лиц образовательной организации. Это штрафы, это дисквалификация руководителя, возможно. Ну, и за этим стоят репутационные риски. Это негативная репутация у вуза и у образовательной организации может сложиться в данном случае. А вообще рисков этих множество. И так или иначе образовательная организация их должна мониторить и управлять ими. Слушайте, как всё оказывается серьёзно. То есть получается действительно, что каждая образовательная организация это не только образовательные отношения с обучающимися. Это ещё и работники, но это ещё и огромнейший пласт, связанный с деятельностью организации как юридическим лицом и соблюдением всех указанных требований. А в связи с такой разноплановостью деятельности образовательной организации, а как же ей правильно построить работу с этими рисками, чтобы их не допустить? Есть ли здесь какие-то эффективные практики, инструменты, механизмы? Что вообще нужно сделать? Совершенно верно. Когда мы говорим о профессиональной, осознанной системе управления рисков, мы применяем термин. Термин compliance. Есть такая функция, compliance-функция. Конечно же, мы не можем себе представить юридического лица с нулевой системой управления рисками. Так, 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 давайте чуть-чуть остановимся. Я слышу очень много терминов, которые, возможно, будут непонятны нашей аудитории. Таким образом, управление рисками, что под собой подразумевает эта деятельность? Может быть, конкретные операции какие-то, которые нужно совершать? Да, да. Чтобы управлять рисками, их как минимум нужно выявить. Их нужно увидеть, поименовать. Их нужно классифицировать, наверное, по сферам деятельности организации юридического лица. Опять же, я вам говорила, в сфере трудовых отношений, в сфере налоговых, в нашем случае, в сфере образовательных отношений и так далее. Дальше посмотреть на эти риски с той точки зрения, какие из них чаще всего повторяются. Самые распространенные риски и работать преимущественно над ними. И еще, конечно, посмотреть на правовые и, наверное, финансовые последствия, имущественные последствия от реализации этих рисков. С точки зрения масштабов бедствия, да, какие для нас риски наиболее, так скажем, ощутимы, там, если мы бизнес, или если мы некоммерческая организация, и какие... А еще риск может быть, может быть, с финансовой, с точки зрения, он не такой ощутимый, но он представляет большую репутационную угрозу для нашей организации. А мы все понимаем, что в силу информационной открытости мы все, образовательные организации, очень уязвимы, да. Мы под прицелом средств массовой информации. Социальных сетей. Совершенно верно, социальных сетей. И доступность информационных ресурсов для наших студентов, обучающихся, также создает для нас определенную угрозу. И мы должны об этом помнить. Вы сказали, что первый этап управления рисками – это умение их выявлять. Опять же, для того, чтобы уметь выявлять правовые риски, нужно более-менее, наверное, владеть правовой материей. Все-таки сложно выявить правовой риск, не зная, что существует там соответствующая норма, которая запрещает какую-то деятельность. И здесь, опять же, в этом видится важность правового просвещения и тех проектов, которыми занимается факультет, связанный как раз с правовым просвещением, в том числе для образовательных организаций. Наряду с термином управления рисками вы озвучили такое интересное слово, как compliance. А можете ли вы пояснить, что это за термин, что он значит, откуда он пришел и где используется? Хорошо. Compliance – это элемент системы управления любой организации, цель которой звучит достаточно прозаично. Это обеспечить соблюдение законов, иных нормативно-правовых актов, внутренних документов организации, а также соблюдение лучших практик. И под термином лучшей практики мы должны понимать и репутационные моменты, конечно, чтобы это было удобно для наших, в нашем случае, для наших обучающихся, для родителей несовершеннолетних обучающихся, чтобы это было комфортно, не просто законодательно верно, но это было удобно, клиентоориентированно, и вот такие моменты. То есть compliance – это, по идее, следование организации всем нормативным требованиям, регламентом внутренним, и вы назвали репутационные риски, да, и этическим нормам, насколько я знаю. Совершенно верно, вот правильно, и этическим нормам. А насколько вот вся вот эта система управления рисками, compliance, риски вообще применима к образовательной организации? Потому что вы озвучивали, да, речь о банках, например, о банковской системе, это понятно, это всё-таки крупные организации, бизнес, деньги, акции, прибыли. А, например, школа, неужели в ней тоже эта система должна быть, и она для неё представляет интерес? Действительно, сама система compliance, она появилась, наверное, больше в англосаксонской правовой системе, да, и пришла к нам в силу требований международного права где-то, пришла в бизнес. А сама система всё-таки, каждое регулирование в сфере compliance – это ответ на какой-то коррупционный скандал в сфере бизнеса, и первыми, кто должен был внедрять в себя, у себя систему compliance были банки, поскольку банки – это кровеносная система экономики любой страны, и там риски очень высоки, да, и очень много субъектов, да, может пострадать от рисков, которые реализуются в банковском секторе экономики. А сейчас постепенно эта функция перестала терять свою сакральность, так скажем, да, какой-то такой загадочный узкий характер, и, в принципе, compliance – это сейчас способ организации правовой работы, то есть работы юристов. Вполне себе можно рассматривать функцию compliance как способ управления правовой работой, то, что делают юристы, юрисконсульты в любой организации. То есть их работа не просто консультировать руководство, а выстроить систему управления рисками любой организации. Хорошо, но если... Школу, да? Если это мы говорим о крупных организациях, понятно, что банк может иметь целый штат юристов, которые занимаются там выявлением правовых рисков, а кто должен заниматься организацией этой правовой работой в школе или в УЗИ, потому что, насколько я знаю, не все школы могут... Не то, что себе позволят, не все школы имеют в штате, например, юристы и не обеспечены должным правовым сопровождением. А что им тогда делать? Да, ну, в банках этим занимаются не только юристы, там отдельная служба внутреннего контроля, там специалисты в сфере compliance, хотя, вы знаете, здесь мне очень понравился ответ как-то на одном из круглых столов представителя одного из банков, когда я спросила, кто занимается compliance, compliance, вообще, есть такой термин владелец риска, да, кто владелец compliance риска, то есть кто отвечает за compliance, вот один из представителей банка ответил, все, то есть все работники организации, каждый на своем уровне, каждый в рамках своих полномочий и трудовой функции. А можно тогда разъяснить, опять же, вот я преподаватель университета, и вы только что сказали, что я тоже являюсь владельцем рисков. Какие тогда на меня это накладывает обязанности, если вдруг я узнаю, что у меня еще есть такой интересный статус? Здесь такой момент. Преподаватель это тот, кто находится на передовой в общении с нашими студентами. Вообще преподаватель это лицо вуза, потому что преподаватель ежедневно проводит занятия, принимает зачеты, экзамены, проводит государственную итоговую аттестацию. И о том, как себя ведет преподаватель со студентом, складывается представление о вузе и имидж вуза. Поэтому, конечно же, преподаватель носитель правовых рисков. И здесь очень актуальным является вопрос о правовой грамотности любого преподавателя, любого преподавателя. И это одна из целей нашего проекта. Еще один момент. Почему это важно делать? Потому что неправильное поведение преподавателя, неправильное в правовом отношении, в силу где-то незнания, где-то отрицание, где-то усталости, может быть, преподавателя даже до перегруженности может повлечь правовые последствия не только для самого преподавателя, но и для вуза как юридического лица. Негативные правовые последствия. А можем ли мы сейчас самые ценные советы дать и нашим зрителям? Тем более вы так испугали, сказав, что именно от поведения преподавателя зависит и репутация образовательной организации. Может, вы озвучите просто пару-тройку ценных советов, как нельзя себя вести преподавателю, чтобы случайно не навредить образовательной организации? Мы частенько грешим этим, не только преподаватели, то есть это и преподаватели юрфак, это случается с нами. Да, что точно нельзя делать. Нельзя не допускать опоздавшего студента на семинар или лекцию. Смотрите, даже если идет речь о такой дисциплине, которая предполагает предварительный инструктаж, например, физическая культура. Студент опоздал. Мы его не выгоняем. Если он опоздал на инструктаж, мы его просто... То есть преподаватель физкультуры уже сам оценивает ситуацию, допустить его до основного блока занятий или пусть он тихонечко посидит на скамеечке, но мы его не выгоняем, потому что мы несем за студента ответственность. Если мы его выгоним с занятия, это нарушение права на образование. Хулиганов я тоже не могу выгонять в лекции. Здесь отдельный вопрос, потому что хулиган может просто нарушать права других обучающихся. От этого страдает качество образовательного процесса. То есть нарушается право других студентов на образование, так скажем, уже образовательный процесс становится некачественным. Здесь, конечно же, мы должны обратиться за помощью к службе безопасности. Телефоны у нас у всех есть. Здесь уже где-то преподаватель один может быть бессилен. Нужно вызвать представителей нашей службы безопасности университета, чтобы они оказали помощь. Может быть, зафиксировать, если поведение студента содержит состав мелкого хулиганства и так далее. Ну, смотрите, на самом деле, конечно же, еще такой момент, да, грань очень зыбкая между тем, просто студент активен и постоянно задает вам вопросы, или действительно студент над вами глумится и совершает там мелкое хулиганство. И, конечно, в этом отношении мы должны помнить, что преподаватель педагог, он профессиональный педагог, который в силу своих должностных обязанностей и профстандарта педагога должен обладать соответствующими знаниями, умениями, навыками разрешить данную ситуацию. Он педагог, он психолог, он должен обладать соответствующими навыками в разрешении таких сложных ситуаций. И, в конце концов, он в педагогическом отношении, педагог это сильная сторона, который прошел специальное обучение, а студент это всегда слабая сторона. И все презумпции прав находятся на стороне студента. Мы должны об этом помнить. А где же здесь баланс интереса? Вам не кажется, что вот этот тезис, что педагог это изначально сильная сторона, который получил все необходимые знания, видимо, в том числе знания по урегулированию конфликтов, и привел к тому, что сегодня педагоги считаются, и сами себя считают бесправными, что престиж в профессии упал. А вот этот баланс интересов, как тогда его соблюсти? В чем он проявляется? Абсолютно верно. То есть, когда я говорила про презумпцию того, что прав студент, действительно, закон предоставляет студенту, называет, поименовывает как 28 прав. Это 34-я статья закона об образовании в Российской Федерации. Это не полный перечень, он открытый. Но закон об образовании говорит и об обязанностях студентов, об обязанностях студентов. Это первая обязанность, о которой преподаватель забывает. И здесь есть момент такой очень тонкий. Первая обязанность студента — выполнять все виды учебных заданий в рамках учебного плана и посещать все виды учебных занятий. Это первая обязанность студента, статья 43 Федерального закона об образовании. А у нас происходит такой момент. Закон об образовании говорит о том, что любой студент должен быть допущен до зачета и экзамена. И у нас у преподавателей сформировалось представление, что у студента нет обязанности посещать занятия. Все равно он будет допущен до зачета. Но это не так. Мы просто должны смотреть на правовые последствия поведения студента. Если студент пропускает занятия без уважительных причин, то средство правового воздействия — это не недопуск его до зачета, а привлечение его к дисциплинарной ответственности. Замечание, выговор. Обучающегося. Да. Привлечение студента к дисциплинарной ответственности. Самое распространенное — это замечание и выговор. Но это процедура. Это определенная процедура. Это временной ресурс, конечно. И многие преподаватели и директора институтов просто не хотят с этим связываться. Поэтому законопрописанная процедура. Но я думаю, что она... То есть пока минимум знать о ней надо. Преподавателю. То есть на усмотрение самого преподавателя и администрации института, факультета, использовать ее при необходимости, так скажем. И знаете, еще какой рычаг, наверное, можно было назвать? Что вот эти все факты замечаний и выговоров и такого поведения студента вполне себе могут фиксироваться в характеристике студента. А характеристика студента является необходимым элементом для занятия ряда должностей. На государственной, муниципальной службе, в правоохранительных органах. Ну и продвинутый бизнес тоже может запросить работодатель будущий студента, тоже может у ВУЗа запросить характеристику. Мы должны... Вы знаете, это не средство напугать студента. Это средство разъяснять, конечно, студенту пределы его поведения. То есть у нас нет цели наказать студента. Мы говорим о ситуациях из ряда вон выходящих. Но это средство защитить преподавателя. В том числе и обеспечить нормальную атмосферу для иных студентов, которые находятся в этой группе или лекционном потоке. То есть получается, что возможные угрозы, как часто можно услышать, что ты прогуливал занятия, тебя не допускают до зачета, тебя не допускают до экзамена. Они по своей сути беспочвены? Они беспочвены, и они противоречат закону. Даже сам такой факт может послужить основанием, чтобы студент пожаловался в прокуратуру. Хорошо, если студент... Подождите, то есть он прогуливал занятия весь семестр, и он еще на меня может нажаловаться в прокуратуру? Если я ему озвучу факт, что я тебя не допускаю до зачета экзамена, а зачет и экзамен... Из-за прогулов. Да, зачет и экзамен — это элемент образовательной программы. И мы должны студента допустить до всех элементов образовательной программы. Иначе мы вручаем... Даже если он нам совершенно не нравится, он портил нам все занятия. Абсолютно верно. Мы, например, не можем сказать студенту, который пришел на зачет, что-то у меня сегодня голова болит, устал я тут от вас, и вообще ты двоечник, не ходил на занятия, сегодня я не буду у тебя принимать зачет. То есть твой, ваш зачет, уважаемый преподаватель, это ваша трудовая обязанность в силу вашего трудового договора и должностной инструкции, в силу расписания. Вот нравится вам этот студент, не нравится. Вы по расписанию должны принять у него зачет, экзамен. И быть в том месте и в то время, когда проходят зачеты, экзамен. Мы этим, к сожалению, грешим. Можно я еще один пример приведу? Да, конечно. Знаете, такой интересный пример. Я тоже, то есть я поступил как настоящий юрист в этом случае. То есть у меня была группа, по-моему, это была группа по интеллектуальной собственности, группа студентов в рамках одного из проектов, студенты разных институтов, занимались у меня, были прекрасные студенты, ну, как водится, были прогульщики. И вот такая ситуация. Хорошие студенты говорят, а, и поставили зачет мне на 30 декабря. Это вот правда, на 19.00. Рабочее время. Да, рабочее время. И мне студенты говорят, ребята, уважаемая Ольга Александровна, много иногородних, мы хотим уехать домой, ну и вообще предновогодние хлопоты. Вы знаете, и мы создали телеграм-канал для обмена информацией, и я, то есть, то есть зачет там есть, и получилось так, вы знаете, я юрист в силу профдеформации, я не могу себе позволить. То есть я пришла 30-го числа в 19.00. Вы знаете, А студенты-то были? Были. Может быть такая ситуация, что вы хорошая группа, прекрасно все занимаются, и вы провели зачет 28 декабря, и вы озвучили информацию в телеграм-канале или на ватсапе, что, ребята, мы проводим зачет 28 декабря. Прогульщик может не быть в чате, а прогульщик пришел по расписанию. И вот когда вы пришли, после новогодних праздников вас может ожидать сюрприз. Жалоба вашего нерадивого студента, который пропускал занятия, но он пришел вовремя на зачет, увидел закрытую дверь, закрытый, например, деканат, и то есть вы не сдал, а вы сдали уже ведомость в деканат, например, или там отметили, отметили не допуск, не приход, его двойку. Вот такая угроза. Поэтому, уважаемые преподаватели, какой бы... То есть мы оценку студента мы не переносим на его права и на его права. То есть какой был, не был. Студент, двоечник, прогульщик, нерадивый, мы обязаны принять, прийти на экзамен и зачет и принять у такого нерадивого студента экзамен и зачет. И, пожалуйста, приходите 30-го числа, или даже 31-го декабря в 19.00 в университет, чтобы принять. Если даже никто не придет, вы выполнили свою обязанность. Такое поведение, получается, чревато негативными последствиями только для самого преподавателя. Совершенно верно. Если речь дойдет о жалобе до прокуратуры, получается, что пострадает образовательная организация. Совершенно верно. Из-за такой маленькой штучки, как перенос за счетом. То есть мы не... Вот у нас сформировалось негативное представление о каком-то студенте, как о прогульщике. Вы знаете, мы должны абстрагироваться от этого. Вот у нас есть наша трудовая функция. И мы не переносим наши эмоции на нашу работу, так скажем. Вот это самое главное. К сожалению, да, наверное, где-то надо исключать, может быть, где-то и эмпатию надо исключать, да. Ну, вот так вот. Хорошо. А если студент сам попросил у меня слезно возможность дать зачет в другой день, например, вне расписания. Я тоже здесь в зоне риска нахожусь? Да, например. Ой, мы с родителями уважаем в Турцию, в Арабские Эмираты. На свадьбу сестры двоюродного брата, моего дедушки. Совершенно верно. Уважаемый преподаватель, это ваши риски. Это ваши риски. То есть вы берете эти риски на себя. Но риски имеют место быть. Они могут не реализоваться, а они могут реализоваться. Хорошо. Вы сейчас рассказали очень много интересных ситуаций, да, с позиции резкого для преподавателя. Но если нас сейчас слушают обучающиеся, они ведь тоже для себя могут услышать очень много ценной информации, что можно, получается, опаздывать на занятия, можно прогуливать пары, можно приходить на зачет по расписанию, потом писать жалобы. Давайте все-таки объясним, что, ну, чтобы не было искаженного представления, да, что ребята тоже как бы... А для них вот еще раз какие последствия, возможно? Я уже говорила, еще раз подчеркну, дисциплинарная ответственность, замечание, выговор, отчисление, ну, чтобы отчислить студента, то есть отчислить студента не так просто, но в принципе нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии при определенных условиях также может быть основанием для отчисления студента. Поэтому, дорогие ребята, даже если вы тут услышали много ценных советов, помните, что у вас есть ключевая обязанность, связанная с соблюдением распорядка образовательной организации и добросовестным освоением образовательной программы. Выполнением устава, локальных актов организации, приказов ректора, распоряжений декана. Это да. Вообще образовательные отношения, это, конечно, баланс интересов сторон, и этот баланс нужно обязательно соблюдать. И на этой ноте, которая говорит о значимости паровой грамотности, я думаю, мы завершим нашу сегодняшнюю с вами встречу. Большое спасибо, уважаемые зрители. Я надеюсь, что вы получили много новой и полезной информации. А я напомню, что у нас в гостях была доцент кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета Казанского федерального университета Ольга Александровна Чапарина. Большое вам спасибо. 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 Спасибо.